Представлю. Представлю вам сейчас Ольгу Владимировну Кибис. Это наш с вами вышестоящий, мудрейший, наставник. Олечка сейчас вижу в Новосибирске, потому что я была в гостях, и я помню эту стену с огромным количеством тарелочек. Ольга была реально в огромном количестве стран, но сейчас Оля расскажет. Оль, сегодня такой день, я думаю, что такой значимый, наверное, для всех, потому что уже мы прощаемся со старым годом, 21-м, и мы в преддверии Нового года, и очень, конечно, нам будет приятно услышать и поздравления, и напутствие именно от вас. Поэтому, Олечка, вам слово передаю. Конечно же, хочется, чтобы немножко о себе вы рассказали, потому что не все, конечно же, здесь у нас давно пришли, есть новички нашего бизнеса, поэтому хочется вот сейчас от вас услышать небольшую историю, как вы пришли в этот бизнес, и, собственно, как вы сейчас живете, как вы себя сейчас вообще ощущаете благодаря компании «Арифлейм» вот в 21-м году, и какие планы до 22-й. Вообще, Олечка, вам слово. Да, спасибо большое за приглашение. Мне это очень, конечно, приятно, что даже для такой потрясающей огромной структуры организации Надисанниковой, в общем, я еще востребована. Поэтому, конечно, с огромным удовольствием я сегодня пообщаюсь. И у меня вопрос, а сколько у меня минут есть? Оль, здесь команда Алены Ивановны, здесь команда не только моя, здесь команда спонсоров, здесь команда радиончиковых. В общем, мы здесь все, и Алена сейчас присутствует. У нас времени, Оль, ну вообще мы не ограничиваем. То есть вот мы можем реально час-два быть на связи и общаться, и подводить итоги, и вместе планировать 22-й год. Поэтому мы не ограничиваем вообще, вообще не ограничиваем себя во времени. Спасибо большое. Ну, по поводу истории, конечно, я могу сказать вот что. История – это самое главное для нас инструмент. История тех лидеров, которые вышли на результат, истории лидеров, которые стали топовыми, да, это всегда очень интересно. Более того, всегда интересны истории не только топовых лидеров, но и тех, кто буквально недавно сделал результат и, может быть, даже не сделал квалификацию директора, но уже горит. И вот эта история, а как же человек вообще с 3%-то сегодня поднялся, да, но тогда-то вам-то было лучше. У вас-то вот там, вы-то первые были, да. И кажется, что на сегодняшний день это гораздо сложнее. На самом деле это совершенно не так. В любые времена есть люди, которые делают результат, и есть люди, которые не делают результат при одних и тех же условиях, при одной погоде, в одном и том же государстве, при одних законах, при одной зарплате, так скажем. Вот. Но есть те, которые делают, и есть те, которые не делают. И, конечно, вот эта история – это самое интересное из всего того, что люди хотят знать. Я могу сказать, что я свою историю рассказываю уже почти 22 года. начиная с 3%, потом, значит, выйдя на директора, потом сделав золотого и так далее. И на каждой ступени все равно люди просят, а расскажите, как вы пришли в бизнес, а расскажите, а какие у вас были особенности, да. И вообще-то мою историю можно найти где угодно. В интернете моих историй, рассказанных разным способом, по-разному, разными словами, есть огромное количество. Но сегодня собрались те, которые, возможно, хотят не запись посмотреть, а вот так поприсутствовать лично и действительно узнать. Конечно, долго я рассказывать не буду. Я всегда рассказываю ключевые моменты, которые характерны для всех абсолютно. Абсолютно для всех. Начиная с самого первого шага. Когда меня пригласили, я отказалась. Я сейчас слушаю, но наверняка все эти люди поначалу отказывались. Почитайте любую историю любого лидера. И все они пишут, да, я не знала, я не понимала, я это не любила, я даже представить себе не могла, что я приду в компанию Replay. Вот точно так же и я. Я даже представить не могла, что я когда-то приду в компанию. Поэтому, когда мне позвонила знакомая, я сказала, да, конечно, Наташа, я приду, а сама не пришла. Кто из нас так же не поступал? Понимаете, мы все начинаем одинаково этот путь. Мне позвонила Наташа второй раз. Я сказала, да, конечно, я приду. Поскольку я уже была как-то сориентирована, я спросила, Наташа, компания-то какая? Она говорит, Replay. Я говорю, ну, приду, ладно, но я второй раз не пришла. Ну, скажите мне, есть тут человек, который отказывался два раза? Да все абсолютно. Она позвонила третий раз. И мне стало неудобно. И я решила, хорошо, Парни, ну, муж лиц. Вот на три раза я пришла. Но я не могу, чтобы регистрироваться. Оль, почему-то плохо слышно. Ребят, как вам Ольгу слышно сейчас? Плохо? Да-да, плохо. Не слышно. Ага, Оль, почему-то связь у вас бы скрипела сильно. Попробуйте еще раз. Оль, попробуйте, не слышно вообще, Оль, попробуйте выйти и зайти снова. Попробуйте выйти, ага, и зайти. Может быть, что-то глюкнула связь. А тут внизу, Оль, красная кнопочка выйти, красная кнопочка у вас выйти. Вот здесь вот микрофон, как трубочка, трубочка телефона красная выйти. Так, Ольга вышла, сейчас попробует снова зайти. Давайте видео отключим, кто-то советует камеру отключить. Оксана Скрипникова, отключи видеокамеру. Так, сейчас слышно, видно? Да, Оля, да, сейчас слышно. Что-то, видимо, маленько заглючили. Слышно, Оль, сейчас? С какого момента было плохо слышно? Плохо было с того момента, когда вы сказали, что все отказывались приходить и первый, и второй. И, собственно, и у вас так же было. Да. И третий раз я пришла, потому что просто решила отмучиться, чтобы меня больше не приглашали. Вот и все. Я пошла не для того, чтобы регистрироваться и стать лидером, и даже не для того, чтобы пользоваться продукцией. Я пришла, чтобы послушать, и чтобы Наташа мне больше не звонила. Вот была моя цель. Когда я пришла, на столе стояла косметика, я сказала, вы знаете, я этим не пользуюсь. К сожалению. Почему не пользуюсь? Почему не пользуюсь? Да потому что денег не было. Просто не было денег. А я, как взрослый человек, не могла сказать... Сейчас, секунду. Я не могла сознаться, что у меня нет денег. Понимаете? Панель навигации. Назад кнопка. Ой-ой-ой. Коснитесь дважды. Чтобы активировать, коснитесь дважды и удерживайте. Так. У меня что-то тут. Убрав процентов. Без ярлыка. Процентов 95. Спец. Трайклер. Без ярлыка. Девочки, у меня что-то тут. Убрав процентная буква. Подробнее. Кнопка. Коснитесь дважды. Чтобы активировать. Не надо мне ответить. Трайклер. 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 Все. Короче, я пришла, чтобы просто в следующий раз больше не приходить. Но Лена рассказала мне про бизнес. В общем, я задала вопрос. Пользоваться я не буду, но если тут есть деньги, расскажите, как их зарабатывать. И она мне рассказала. Я всегда сейчас вот анализируя, я понимаю, что на меня подействовало. Мы все с вами либо аудиалы, либо визуалы, либо киноэстетики. Но чаще всего это все вместе. Так вот, она рисовала мне бизнес-план, и я видела его глазами. Она рассказывала мне, и я слышала это ушами. А потом она подвела к продукции и дала мне понюхать вот этот крем Milk and Honey. И первая мысль, которая у меня была, когда я заработаю первые деньги в компании Replay, первое, что я куплю, это вот этот крем. Понимаете? То есть решение было принято. Каким образом? Это как-то, это вообще непонятная совершенно вещь. Поэтому я всегда говорю, не думайте, не анализируйте. Просто идите, делайте, приглашайте и рассказывайте. Когда человек меня спрашивает, ой, наверное, что-то я не так сделала. Я говорю, знаешь, самое главное, что ты сделала. А как сделала? Это уже не важно. С опытом, с практикой придет понимание и придет обязательно результат. Поэтому, естественно, я согласилась, я зарегистрировалась. Я пригласила первых двух человек. Вышла на 3% в апреле месяце. Это был конец апреля. Получила 66 рублей. Усмехнулась. И пыталась заниматься своей работой, потому что был конец года. Учебный год заканчивался. Мой месяц, экзамены. И я этот бизнес забросила. А в июне встретила одну из моих двух подписанных. И спросила, как у нас там дела. Она говорит, ну я подписала 15 человек и вышла на 6%. И тут же тончик провалился. Понимаете? А девочка, в общем-то, была настроена на бизнес. И без меня молоденькая девчонка вышла на 6%. И тут до меня дошло, что это и мои 6% тоже. Я не получила деньги за 6%, потому что, вы понимаете, не было межпроцентной разницы. Но меня это вообще не остановило. Меня это не удручило. У меня не было вообще никаких вопросов. А что это? Тут вот у меня такая группа, а денег-то у меня нет. Вообще никогда. Я просто поняла, что бизнес работает, и я буду это делать дальше. Июль 12%. Я перескочила через 9%, потому что я сразу подключилась. А еще в июне месяце приехала Лена Ромашова на неделю. Но я к ней не приходила, потому что мне некого было к ней везти. У меня просто людей не было. У кого такая же ситуация, когда нет людей? Я тоже через это прошла. Я тоже прошла через это ощущение, а кого везти-то? Но желание было настолько сильное, что я потихонечку начала приглашать всех подряд. И мне абсолютно все равно было, соглашаются они или не соглашаются. Сейчас у людей много вопросов. Вот я рассказала, а они не идут. И что особенного? Да, они идут, имеют право. Это не наша задача. Наша задача рассказывать как можно большему количеству людей о тех возможностях, которые дает компания. У нас две задачи. Качество и количество проведенных презентаций. Вы знаете, вот то, что я сейчас рассказываю, я это слышу уже от своих лидеров. Вот эти слова, которыми уже они обучают своих новичков и лидеров, они передаются по наследству. И сначала мы говорили, ой, это вот Полежаев сказал. Потом я говорю, это Лена Ромашова говорила. Потом смотрю, говорят, ой, это Оля Кибис сказала. И так дальше. То есть это абсолютно нормальная вещь. Это замечательная вещь, когда эти слова передаются. И они невольно присваиваются, потому что это наша позиция, это наша психология, это наша платформа, на которой мы стоим. Поэтому она тоже наша, и фразы эти все тоже наши. Ну вот, июль, значит, 12%. 12%, значит, я получила 3800 за 12%. В августе 15% я получила, нет, извиняюсь, 1200. В августе 15% 3,800. И сентябрь 20%, когда 1%, 14 тысяч. Конечно, на пути встречались разные ситуации. Сейчас на всех тренингах от всех лидеров можно услышать такую вещь. Не останавливайтесь, не останавливайтесь, не обращайте внимания, не останавливайтесь. И вот это самая главная вещь, потому что когда ты спотыкаешься о своей неудаче, бизнес перестает развиваться. Поэтому видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Знаменитые три пункта, великолепные три пункта, но которые нужно осмыслить. Потому что для кого-то это просто слова, но когда ты понимаешь, о чем идет речь в этих коротких фразах, ты понимаешь, что это дорога к успеху. Ну вот, а дальше был путь ноябрь-директор. В январе вышло три группы. Вернее, в декабре. В январе они благополучно все упали, потому что это был первый январь вообще. И мы-то думали, что люди продолжат покупать. И у нас не было понимания того, что январь месяц, в декабре все накупили подарков, а половина января все просто празднули. Поэтому товарооборот сразу опустился. И вы видите, что сейчас компания уже много лет предпринимает различные акции для того, чтобы поднять товарообороты в январе. Потому что мы тогда это все прошли, и теперь мы знаем, как с этим работать. Это наш опыт. А дальше только через год вышло две группы. Одна старая из всех трех и одна новая. Кто-то думает, что это был быстрый путь, легкий путь. А если посмотреть по срокам. Ну вот посмотрите, в декабре 99-го у меня вышло 3,21% группы. И только к концу следующего 2000 года поднялись одна из этих трех и одна новая. Долго это или быстро? Вы знаете, и не очень-то и быстро. Да? С другой стороны, тоже были два года, когда я закрывала по две квалификации в год. И мы делаем вывод. Какая разница, каким методом работать, оффлайн или онлайн. Если и те лидеры, которые работали оффлайн, закрывали по нескольку квалификаций за один год. И сейчас те, которые работают в онлайн, тоже закрывают по нескольку квалификаций в год. Поэтому время не имеет значения. Давно или недавно компания. Главное, что она устойчивая. Главное, что она этичная. Главное, что она выполняет все свои обязательства. И недавно мы читали в чате, вот буквально вчера, те, кто не получил заказы по вине доставка Сбербанка, получили этот заказ повторно от компании Арифлейн. И это было всегда. Был год 98-9, я уже не помню, когда в России была очень тяжелая ситуация. И банки закрылись, и лидеры не могли получить деньги. Что сделала компания Арифлейн? Она повторно выплатила деньги всем, только уже в конвертах. Вы представляете? И вот с этой компанией мы живем уже сколько лет. И ни разу нас компания не обманула. Поэтому, когда я несу информацию о бизнесе, о тех возможностях, которые дает Арифлейн, я несу с гордостью. Потому что я точно знаю, за все эти годы, скоро уже 55 лет, компания ни разу никого не обманула. Это самая главная ценность. Это такой надежный партнер, надежнее которого я просто не знаю. Ну вот, такая была моя история. Достигнув... Да, да. Я знаю, что были... Вы же начинали, когда этот бизнес... Вы же одна из первых были на воссибирском филиале, а Барнамула не было. Можете рассказать вот про все трудности, чтобы лидеры, которые сейчас считают, что есть определенные трудности, поняли, что их нет? Потому что вот когда вы начинали, ну я же знала вот эти там проводниками продукты, потеря паспортов, денег. Ну вот, можете ли вы вот эти трудности рассказать? Да, да. Вот смотрите, когда я в июне месяце включилась в этот бизнес в 99-м году, у нас была такая технология. Значит, сервисного центра в Новосибирске не было. Он был только в Екатеринбурге. И поэтому нам приходилось, значит, пользоваться такой тактикой. Или я так скажу, методикой. Методика была следующая. Каждый консультант зарегистрированный писал на бумажке свой заказ. В эту бумажку заворачивал денежки и приносил на вокзал к поезду Абакан-Москва. Мы складывали эти бумажки с денежками в одну, в один пакет, заворачивали, приходили к проводникам, выбирали какой-то вагон, приходили и просили передать этот пакет. Вот в Екатеринбурге придет Лена Ромашова, вы ей, пожалуйста, передайте. Лена получала там заказы с деньгами, выполняла заказы и тем же самым поездом, только уже Москва-Абакан, отправляла нам заказы в китайских клетчатых сумках. Поезд приходил в 6 утра, поэтому в 5 утра я вставала, бежала до метро, приезжала на вокзал, получала вот эту клетчатую сумку и потом ко мне приходили и забирали свои заказы. Скажите, пожалуйста, это было легче, чем сегодня? Я думаю, что вы сами себе ответили на этот вопрос. Такая, знаете, кустарная работа, так скажем. А потом в один прекрасный момент деньги потерялись. Просто мы отдали проводникам, они всегда честно выполняли нашу просьбу, всегда передавали. А тут у них в вагоне сидел молодой человек, разложил свою продукцию какую-то, рекламировал, продавал. И, видимо, они положили сверточек на стол, и он, собирая свои вещи, забрал и наш пакет. Поэтому мне пакет был на 14 тысяч рублей. Мне пришлось позвонить Лене и сказать, Леночка, займи мне, пожалуйста, 14 тысяч, потому что я не хочу останавливать процесс. Если люди узнают, что деньги пропали, они перестанут делать заказы. А мне важен был процесс. Вот, Лена сказала, хорошо, на собственные деньги выполнила заказы, я их восстановила, отправила заново ей. Вот, и таким образом процесс не останавливался. Но в сентябре месяце, когда я первый раз вышла на 21%, компания начислила мне 14 тысяч рублей. Вот, и потом, значит, каким образом у нас появился Барнаул у Ромы, он уже был зарегистрирован, он уже работал тогда, хотя и не верил долгое время. Он поверил, поговорив не со мной, а с вышестоящим спонсором. Приезжали Тамила и Володя Полежаевы. И вот, поговорив с ними и послушав их, Рома принял решение. И он был на Барнауле на байк-фестивале. Одним организатором была Света Квепная. Он подошел к ней и сказал, Светка, ты в Новосибирске бываешь? Она говорит, да. Ну, ты когда будешь в очередной раз? Ты мне позвони, у меня к тебе есть дело на 149 рублей. Она говорит, я три ночи не спала, приехала в Новосибирск. Рома посадил меня перед Олей. Оля мне что-то рассказывала, я ничего не поняла. Я поняла одно, Роме нужны люди. И в какой-то день она позвонила Роме и сказала, Рома, у меня у подруги день рождения. Так вот, день рождения я перенесла к себе домой. Тебе нужны люди, приезжай. И мы начали ездить в Барнаул. Потому что Рома приехал, рассказал, кто-то зарегистрировался и начала расти организация. Мы ездили в Барнаул. Вот такой связи не было. Мы не могли давать презентации. Все это было оффлайн. Раз в неделю, наверное, мы приезжали с Ромой на машине. Уже тогда вот я получила деньги. И первое, что мы купили, это мы купили машину. Сначала она старенькая там была, а потом, значит, уже на новой. И вот проводили вот такие встречи. И в какой-то момент к Свете пришла Ира Долженко. И Света ей рассказала. С этого момента Ира подписалась. Антон был долго против. Но в одной из встреч, когда вот был он, были вот те, сам была Юля, по-моему, Гитнидер. Вот самые-самые первые, вот директора Иры и Антона, они вот были на встрече. И структура начала развиваться. Мы приезжали, по-моему, раз в неделю, проводили встречи. Потом, естественно, встречи начали проводить Ира и Антон, как и положено. Свою историю они тоже каждый раз рассказывают. И все ее тоже знают. Вот таким образом вот начала, начала развиваться барнаульская структура. И вот скажите мне, пожалуйста, тогда было легче, когда мы должны были приезжать? Или сейчас, когда мы можем встретиться огромным количеством людей в любое время. И никуда не надо приезжать. Надо просто что-то на себя надеть, выйти в эфир и общайтесь сколько угодно. Поэтому, ребята, я думаю, что сейчас результаты должны быть гораздо больше, гораздо существеннее. И квалификации должно быть гораздо больше. Спасибо, Воль. Спасибо. Мне очень нравится, чтобы партнеры услышали как раз-таки вот вашу историю и услышали про трудности. Потому что иногда те трудности, которые мы сейчас видим перед собой, они реально на самом деле очень такие незначительные, но при этом они выбивают из колеи. Я вот думаю, а если бы наши партнеры встретились с теми трудностями, как бы они вообще смогли этот фильтр пройти? Потому что, ну вот реально, передавать продукт в Барнаул, потому что долгое время же не было АСПО в Барнауле. Вы же все полностью структуру барнаульскую снабжали продуктом. Ну, это, конечно, это просто невероятно для меня. Но, тем не менее, вы этот путь прошли. Оль, можете назвать ваших директоров? Всегда всем интересно, откуда эти директоры, кто эти люди. Ну вот просто вот все равно же сейчас у вас первая линия же уже такая, ну, уже, ну, все равно, может быть, даже те, кто были директора. Вот откуда они? Как вы их нашли? Это лично ваши регистрации? Или, может быть, директора все-таки под кем-то кто-то, например, пригласил? Ну, как вот у нас бывает, да? И этот человек остался директором, а вышестоящий ушел. Ну, в основном, это мои знакомые, это мой теплый рынок. Вот он у меня как работал, так и работает. Потому что теплый рынок ничем заменить нельзя. Естественно, есть люди, которые очень быстро знакомятся, очень быстро находят общий язык. Это тоже нормально, это тоже замечательно. Поэтому и холодный рынок тоже работает. У меня получилось так, что все мои люди практически... Ну, вот первая, кого я подписала, это была Нина Петрукович. Я ее знала до этого. Это директор и золотой директор. Неля Щербина, которую очень многие знают, да? Квалификация старший золотой директор. Это мой теплый круг, это коллега, это музыкант, да? Вот, Рома, это мой сын, да? Вот, дальше Лена Мурахтанова, это человек, с которым мы учились вместе в музыкальном колледже все четыре года. Это тоже музыкант, это тоже коллега. Дальше, это тоже, это все мои личные приглашения. Дальше, Зина Лемешко. Ну, здесь немножечко пригласила ее Таня Шинкаренко. А Таня Шинкаренко, это все один круг, это мы все вместе учились, все музыканты, да? Таня, ну, просто осталась потребителем, а Зина Лемешко в Виске, вот, пожалуйста, лидер с огромной организацией. Лена Михайлова, Лену Михайлову я не знала, это где-то второй уровень у меня, но он между нами человек выпал, и Лена, естественно, стала моей первым уровнем. Да, собственно, я с ней всегда сама начала и работала. Нет, ничего. Нет, ничего. Оля, включите микрофон, вы снова заскрипели, заскрипели, звук просто. Сейчас слышно, ага, видео можно включить. Да, видео можно включить. О, господи. Ну, тут что-то связи, народу много. Не услежу. Вот, значит, ко мне в сервисном центре подошла женщина, пришла на мою презентацию, послушала и захотела подписаться. И она пригласила свою соседку, Нину Калимниченко, которая жила в общежитии на тот момент, сейчас у нее своя квартира, вот, и которая стала директором. Вот это мой второй уровень, но теперь уже тоже она стала первым уровнем. И все последующие лидеры, да, они все... Да, еще была Зоя Александровна Богомолова. Собственно, она не была, она есть. Я пригласила нашу общую знакомую, а эта общая знакомая пригласила Зою Александровну. На сегодняшний день под Богомоловой огромная структура Алексея Перова, которая развивается, и сейчас под ним вот ТВА, где огромная гроздь новых лидеров. Вот, поэтому практически все знакомые, вот практически все, это первый уровень, это все те, кого я лично пригласила и которые стали лидерами. Ну, у меня фактически не было потребителей. То есть я приглашала людей изначально на бизнес, направляла изначально на приглашение. И в конце каждой встречи человек уходил с мыслью, не что я куплю, а кого я приглашу. Потому что акцент у меня был на приглашение. Конечно, можно акцентировать и на покупке, да. Но лично для меня гораздо важнее был акцент на приглашение. Именно поэтому я думаю, что это причина того, что структура росла очень быстро. Потому что где бы я ни была, к кому бы я ни приходила, с кем бы я ни разговаривала, это был вопрос только пригласить, пригласить, пригласить. На любой домашней встрече, на любой кухне люди всегда спрашивали, так, а кого я могу пригласить? И мы составляли сразу список приглашенных. И человек, сидя на этой кухне, спрашивал, скажите, а я могу вас к себе пригласить на свою кухню? Я говорю, да. И я шла на кухню того человека, который действительно прошел своих подружек. И мы, естественно, говорили о бизнесе. Каким-то образом получалось, что они сами начинали покупать, потому что одновременно было понимание того, что если это косметическая компания, то, естественно, я буду это покупать. То есть мне это вообще даже говорить не надо было. Акцент был только на бизнес. И я говорила только об этом. То есть я не тратила время на продукцию, потому что я говорила, девочки, вы взрослые, вы совершенно спокойно сами об этом разберетесь. И у меня время оставалось только на бизнес. Наверное, это причина быстрого роста. При этом я помню ваш разговор с нами в Новосибирске, мы когда-то к вам приезжали, Леша Васильев встанет, и вы нам сказали, в первой линии у вас 14 регистраций было, 14, и из них 12 групп стали директорами. Да, да, да. И у меня лидеры идут вот прям подряд, 21, 21, 21, 21, практически нет, не было промежуточных потребителей. Ну вот так получилось. Я не могу вот анализировать какие-то вещи, я вам говорю, причины, которые я понимаю. Но, наверное, есть еще причины, которые я просто не понимаю, потому что я понимаю, что это сильное желание было сделать. Это был момент, когда я вообще не обращала внимания на тех, кто мне отказывал. Мне вообще это было неинтересно. Если мне человек не нравился, я к нему больше не приходила. Если он мне нравился, я сразу думала, так, что я в следующий раз скажу, чтобы все-таки его пригласить. Я включалась, у меня никогда не было к спонсору вопросов, ой, а что я не так сделала, ой, а почему это мне люди отказывают. Я изначально приняла это как норма. Поэтому вот это вот моя рекомендация, принимайте любой результат вашего действия как норму. В плюс или в минус это всегда норма, да. Всегда вспоминаю слова. Если вы приглашаете, и к вам никто не приходит. Если к вам приходят, но ничего не покупают. Если покупают, но никого не приглашают. Если приглашают, становятся директорами и уходят из этого бизнеса, это значит, у вас все идет как надо. У вас все правильно. И вот если принять эту позицию и не думать об отказах вообще и принимать любую встречу как данность, как со знаком плюс всегда, ну мы знаем, либо результат, либо опыт, у вас вообще проблем не будет. Вы всегда будете говорить, у меня в этом бизнесе не было проблем. Никогда. Вот я могу это сказать, что у меня в этом бизнесе никогда не было проблем. Потому что как только возникала какая-то ситуация, я сразу понимала, так, как ее надо решить. И все. И постаралась решить. Поэтому вот просто моя рекомендация. Но при этом у вас такая хорошая включаемость. Может быть, есть какой-то секрет выращивания лидеров? Вот как вы влияли на них, что вы им говорили из 14-12 директорских групп? Вот как вы в них верили, что вы им такое говорили? Или действительно люди, которые пришли лидерами, или они выросли лидерами? Как вот было? Ну, знаешь, Надь, когда я Мини Петрукович попробовала дать презентацию, и у меня не получилось, и я забыла, и второй раз начала, опять забыла, третий раз начала, она махнула рукой и говорит, ну хорошо, у тебя получится в этом бизнесе. А у меня получится? Я говорю, мне кажется, у тебя тоже получится. Она говорит, ну регистрируй тогда. Ну вот что я могу сказать? Ну вот какую уверенность я вселила? Просто мы были знакомы. Просто мы доверяли друг другу. И, наверное, мне тоже доверяли, что вот безоговорочно шли. Почему я и говорю, что теплый рынок, конечно, для меня, вот лично для меня, я не говорю, что для всех, имеет большое значение, потому что изначально есть доверие. А потом просто мы вместе, я помогала тем, что приезжала, рассказывала, что я безотказно приезжала на любую встречу. У меня было три встречи в день в разных концах города, ездила я на автобусах, на троллейбусах, никаких такси не было, никакой. Абсолютно. То есть я приняла все на себя, взяла на себя ответственность и работала так, как я могла. И поэтому было доверие. И вот возникала вот такая вот команда. И, наверное, то, что я была безотказна, и люди вот это понимали, у меня всегда было время для всех. И вот, наверное, вот это вот понимание того, что тебе всегда помогут и поддержат, наверное, вот это было основное. Потому что все 24 часа, вот с того момента, как я забрала трудовую книжку, вот, ну, еще и до этого, все 24 часа у меня принадлежали бизнесу. Вот. Люди это видят. Мы же говорим, мы собственным примером показываем. Если мы вот это, то структура тоже вот так же. Если мы вот так поступаем, структура это видит. А если кто-то не видит, то чувствует однозначно. Вот. Поэтому, как включала, ну, была рядом, отвечала на вопросы. Все время отвечала на какие-то вопросы, как я это понимаю, как я это делаю. Потом эти телефонные разговоры, когда мы вот с Люсей, например, с Фигуровской, у нее были сомнения, у нее были какие-то вопросы. Я все время была на связи с этими людьми. Более того, презентации меньше часа, меньше полутора часов никогда не была. Потому что для меня провести презентацию – это полдела. А потом же еще на вопросы ответить. А потом же дать какую-то вот уверенность человеку, что его тут не обманут, что человек сидит и отвечает действительно на все вопросы. И вот эта долгая презентация, долгий контакт с человеком, долгая вот эта вот разговор, взаимодействие, я считаю, что это было на первом месте. Понимаете, не просто пятиминутная презентация, а разговор, а вопрос, а что ты хочешь в жизни. А вот посмотри. То есть показать путь не за 15 минут, а за час, полтора, два. И вот эта долгая беседа и потом сопровождение не в том, что я ему баллы делаю, а в том, что я постоянно отвечаю на вопросы. Я даже не учила ни заказы делать. Ну как-то люди все это сами. Я посчитала, что все вот эти вот мелочи, это человек сам может освоить. А вот проникнуть, проникнуть, знаете, вот в то, что потребность человека, что он на самом деле хочет. Просто ли он говорит или он действительно этого хочет. И вот такое взаимопонимание достигается долгой беседой. Вот эта долгая беседа приводила к тому, что человек, с которым вот я встречалась, он был спокоен, регистрировался и начинал приглашать. И автоматически начинал покупать. То есть покупать было автоматически не как-то по-другому. На первом месте стояло приглашение, на первом месте стояли деньги. А на втором месте стояла покупка продукции, которая тебе нужна. И я всегда говорила, ты купила магазин за 149 рублей, поэтому почему бы в нем не покупать? Ты как можешь в другом месте это делать? Никак. Поэтому вот покупать. Так что, наверное, вот на первом месте стоит вот этот долгий разговор с новичком. Здесь на 100% согласна. Самое, наверное, важное, что мы максимально можем делать для любого новичка, это его спонсировать. То есть когда мы реально, как спонсоры, не за него делаем, а обучаем этому бизнесу, вот только тогда реально мы можем выразить лидерство в наших партнерах. При этом, Оль, за вас, вашу организацию, ваш спонсор не строил. Вы же быстро взяли на себя ответственность. Не было такого, чтобы ваш спонсор ходил с вами и проводил презентации вашим партнерам? Получилось так, Лена приехала первый раз в апреле, была неделю. За эту неделю я зарегистрировала двух человек, и это действительно было обучение. Я приводила, и не только я, Ольга приводила, вот первый мой консультант. И я сидела каждый раз, слушала презентацию. Даже если у меня никто не приходил, я сидела, слушала презентацию, потом листочек этот себе забирала. Опять сидела, слушала, листочек забирала. Потом приходила домой и думаю, так, Ленка уедет, а я-то с чем останусь? А мне-то что делать? Потом у меня такая мысль пришла, ага, а она-то сама что делает? Она кроме презентации вообще ничего не делает. Ну, значит, и я буду презентацией, мне нравится проводить презентацию. Значит, мне как-то нужно вот ее повторить. И я начала, еще когда она была в Новосибирске первый раз, и я начала дома, значит, повторять за ней. Вот по этому украденному листочку я начала повторять. В каком-то месте я спотыкалась и думала, так, хорошо, вот это место мне нужно как следует послушать. Как она перешла вот отсюда сюда, я опять шла на встречу, опять, значит, слушала презентацию, понимала переход вот этот, опять листочек забирала. Дома начинала на кухне тренироваться, в другом месте затык. Я опять шла, слушала. То есть Лена дала мне инструмент, презентацию. И вот этим инструментом я работаю все эти годы. Я просто выучила вот как, от чего, к чему она приходит. И потом я поняла, когда я, значит, раз уже подержала презентацию, а я у нас, собственно, его презентация. А я поняла презентация. Что случилось? Сейчас я... Оля, Оль, снова плохо было слышно вас. Оль, сейчас я включу микрофончик. Ага, давайте перезаэто. Ну, микрофон включим. Ага, вот отлично. Отсюда и результат. В какой момент вы говорили партнёрам своим, чтобы они начали самостоятельно проводить документацию? Или это как бы, естественно, партнёр принимал решение? Это было естественно всегда. То есть нужна моя помощь, я прихожу. Не нужна моя помощь, я не прихожу. То есть я ориентировалась исключительно на самого человека. Где-то, конечно, я говорила, ну пора бы вообще и самой. Но именно были люди, которые принимали ответственность на себя и сами начинали проводить. А те, кто не начинал, ну их сейчас и нет. Поэтому это всё естественным путём. Я никогда не отказывала, даже если человек был директором. Даже если он был золотым директором, я никогда не отказывала. Но, естественно, это было уже не на постоянной основе. Либо какой-то короткий период времени. Либо разовые вот такие вот встречи. Поэтому я даже, знаете, даже не могу сказать, когда я оставила кого-то. Я, по-моему, до сих пор не оставила. Кто-то рядом со мной. Ну вот так получается. Я просто ценю людей, что даже если у них нет результата, они всё равно здесь, они всё равно рядом, они всё равно в моей команде. Оля, как считаете, вот презентация бизнеса живая? Или вот, например, так позвониться, например, с партнёром, с новым, и провести презентацию полную, тот же эффект? Ну вот или всё-таки максимально живая презентация в своём городе лучше? Ну, моё мнение, что, конечно, живая презентация лучше. Но это для меня. Потому что есть люди, которые совершенно спокойно проводят презентацию онлайн, и у них всё получается. Поэтому я не могу сказать, да, для кого-то лучше так, а для кого-то лучше так. Человек должен найти свой метод. Тот метод, которым у него получается. Конечно, когда человек сидит рядом, я могу и руку на его руку положить, и в глаза заглянуть, и чашечку чая налить, да? Ну, когда это за столом, вы же понимаете, да? Не зря это говорят, надо путь соли съесть с человеком. И за столом с человеком это другой контакт совершенно. Ну, это даже психологи говорят, поэтому, ну, что говорить? Ну, я не против никакого метода. Но если он работает, если он не работает, надо менять метод. Человек должен попробовать и понять, каким методом ему работать комфортнее, и какой метод даёт ему больший результат. Я думаю так. Почему? Потому что все люди разные. И одному удобнее вот так, а другому удобнее вот так. Согласна. Здесь надо быть в нашей ситуации более гибкими, более универсальными, потому что у тебя может человек прийти из другого города, и тебе с ним созвониться проще. Но при этом есть возможность встретиться с кем-то в Барнауле. Я никогда такой возможности не упускаю, потому что реально я знаю вот эту энергию, вот этот обмен, когда глаза в глаза, 99,9 результат будет положительный. Ты в любом случае найдёшь слова, найдёшь правильный подход к любому человеку, если ты вот здесь и сейчас его чувствуешь и слышишь. Оль, а что вы будете сказать новичкам партнёров, которые сейчас боятся презентации и до сих пор пытаются, как говорится, да, на спонсорах, он молодец, у него классно получается, он-то умеет проводить. А вот всё-таки как бы подвести партёров, что пора брать ответственность? Как в них сейчас поверить, что у них получится? Может, с онлайн-презентацией начать, со слайдами сделать? Или вот всё-таки хочется, чтобы по этому нашу команду были реальные профессионалы? Не просто вот голосовая презентация на 3-5 минут, а вот полную презентацию, полежаевскую. Мы даём Ольгу Кибет, мы даём романа Крафта, мы даём всегда стильные презентации бизнеса. Но они, к сожалению, не все их проводят. Ну, это говорит о том, что всё-таки человек боится, не берёт ответственность на себя, потому что всё равно впоследствии ему управлять своей организацией. Ему управлять. И тут, к сожалению, приходят вот те, кто выходят в лидеры, вот согласись, что по большому счёту они все умеют говорить. И, может быть, это даже не потому, что человек вообще умел говорить. Он может здесь научиться говорить. Потому что я наблюдала в своей организации. Значит, у меня лидер есть, которая вот когда начинала, я приходила на встречи, ну, вот я про бизнес рассказывала, а потом она, то есть я всем давала высказаться, высказаться, чтобы вот на этих встречах, почему вот они хорошие, я говорю, а потом я говорю, ну, теперь ты скажи, а теперь ты скажи. То есть они все начинают на этих встречах говорить самостоятельно. И вот когда этот лидер начинала говорить, я за голову хваталась. Я говорю, так, 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 ага, спасибо, всё-всё-всё, хватит, хватит. То есть я вообще представить не могла, что она когда-то будет говорить нужные вещи, те в моём понимании, да, что ты думаешь. Человек развивался потихонечку, структура всё равно росла. И со временем она научилась говорить. Она научилась говорить, потому что всё равно в какие-то моменты приходилось говорить самой. И потом, когда я уже оставила эту организацию, в какой-то момент я пришла в очередной раз, и вдруг я услышала, боже мой, как она правильно всё говорит. То есть она слушалась, научилась и невольно стала передавать, да. Вот если вспомнить Свету Кветную, да, про которую я уже рассказывала, была такая ситуация. Рома Илья говорит, Свет, приезжай в Новосибирск. Она говорит, зачем? Увидишь. Она приехала. И мы начали её возить по встречам. Я говорю, Свет... Рома посадил её в машину, значит, и мы поехали на одну встречу, на вторую, на третью. На первой встрече я рассказываю, мне потом задают вопросы, я на них отвечаю. Светка сидит, слушает. На следующей встрече опять я рассказываю, новички задают вопросы, и я отвечаю. На третьей встрече, когда они начали задавать вопросы, прозвучал какой-то вопрос, Светка так меня отодвигает, говорит, так это вот так, вот так и вот так. То есть она за это время научилась, как отвечать. Понимаете? А другое дело, что человек знает, как отвечать, и боится. Вы знаете, я могу только сказать, бойся дальше. Сиди и бойся, если тебе так удобнее. Потому что, если у человека действительно большая цель, она пересилит страх. И всё. Если страх сильнее, сиди и бойся. Я ничего с этим поделать не могу. Поэтому я просто говорю, Балежаевна говорил, я боюсь выступлений. Он говорит, бойся и выступай. Только через страх, только через трудности ты можешь реально их преодолеть. Никто не вышел и с первого раза не провёл идеальную презентацию. Я свою презентацию тоже первую помню. Обнятие планы. Ваня Родионов говорит, первая презентация была 5 минут. Я вспотела, девочка, которая проводила презентацию, вспотела вместе со мной. Да, да, именно так. Понимаете? А первую школу я проводила так. Я собрала вот эти вот 7 человек, первое, которое захотели зарабатывать. Принесла книгу и сказала, девочки, я тут книгу интересно прочитала, давайте я вам расскажу. И просто принесла. Вот это была первая школа. Поэтому, если есть нажимание, то, кстати, представьте, если вы... Оля, Оль, снова микрофончик. Ага, Оль, снова микрофон. Ага, все, Оль. Вот, так что либо сидите бойтесь, либо через страх идите и делайте. Если желание, сильнее страха. А как вы работали? Вы ведите потенциал? Они взбивали, они понимали, что это ваши люди. У вас снова заходят. Вот вы возвращаете людей из нас. Было такое, что вы... Так, вот этому позвонили, вот это встретили. Ну, то есть, вот включение повторно людей. Да, да, обязательно. И не один раз. Где-то был результат, а где-то не было результата. Как обычно, как у всех. Поэтому пытаться надо вернуть людей в бизнес обязательно. Но у меня были такие, которые доходили до директора, получали премии, и сейчас их нет. Все как у всех. Просто я работала с другими и использовала любой шанс для того, чтобы вернуть человека. для того, чтобы сказать ему добрые слова. У меня была ошибка, которую я сейчас осознаю. То есть, я ценила только тех, кто действует, и не обращала внимания на тех, кто просто покупал или просто продавал. на сегодняшний день я понимаю, и я люблю всех. И те, кто просто потребители, и те, кто делают товарооборот путем выполнения заказов, и тех, кто развивает свою организацию. То есть, совершенно ровно, как всем отношусь, и стараюсь, чтобы и у других было точно так же. Спасибо. Оль, расскажите, чего все-таки в материальном плане, сколько сан на плечами, что благодаря Арифейм появилось в вашей жизни. Я не хочу сказать, почему мы идем. Так, ну, что появилось, если в материальном плане, если в нематериальном, ну, конечно, это путешествие. Вот, я могу там сказать более 50 стран мира, если хотите, а могу перечислить, если хотите. Вот, понимаете, просто так я перечислить не могу, я могу только по бумажке их перечислить, потому что я не запоминаю. Это нужно или достаточно просто сказать 50 стран? Оль, какая первая страна была в компании? Так, ну, если можно, две минуточки паузы, потому что у меня здесь нет этого списка, я сейчас привнесу. Смотрите, сколько у Ольги Владимировны тарелочек. Я была в Новосибирске, у Ольги, и в Болгарии. У нас была в Болгарии конференция, и Ольга нас пригласила домой, у нас была большая делегация, человек, наверное, 30, я не знаю, может больше, но мы автобусом в целом ехали. Потрясающие апартаменты с видом на море, красота невероятная. Ольга нас встречала вкуснейшим столом, вкуснейшими закусками. Мы очень классно проверили время. У нас очень много фоток вот с этой встречи, и фотографий, и даже видео. До сих пор, я вижу, в чатах мелькают. Вот. И, конечно, хочется, чтобы и у вас появилась уникальная такая возможность встретиться с Ольгой. Не так, как мы сейчас с вами встретили здесь, и уже целый час, да, встречаем, заряжаемся, но и встретиться. Это можно будет делать как раз на конференце, которую Ольга вместе с нами из компании Арифлейм на протяжении уже вот 22-х лет посещают, и сейчас поделиться как раз-таки своим списком. Ой, вы знаете, где-то вот полный список не могу найти, а вот старенький где-то написала, смотрите. Надо же, он всегда у меня под рукой, потому что я всегда провожу, и, в общем-то, просят, да. по-старому новые конференции тут ваши такие. Я выберу нас. Греться. Это будет еще четверо. Возвращение четверо. Возвращение в кастрюме в кастрюме в кастрюме Ольга, 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 микрофон. Ага, Ольга. Выключается. Все, все слышу, все подавлю. Хорошо. Вот смотрите, первая конференция это Греция, Родос. Могла бы быть Франция, но на Францию у меня не хватило одной 21-процентной группы. Поэтому я поехала только в следующем году на золотую конференцию. Значит, Греция, остров Родос, по-мамо, по-мамо, Северная Африка. Африка. Слышно, да? Испания, Канарские острова, Малайзия, остров Пинан, Италия, Римени, ЮАР, Испания, Барселона, Мексика, Испания, еще раз Канары, а в Мексике это Акапулько. Испания, еще раз Канары, Китай, Хайнань, Греция, Афины, Эмираты, Дубаи, Италия, Рим, Кения, Африка, Швеция, Стокгольм, Мальта, Австралия, Сиднея, Португалия, Лиссабон, Индонезия, Бали, Бразилия, Рио-де-Жанейро, Швеция, Стокгольм, Индия, Гоа, Франция, Париж, ЮАР, Кейттаун, Круиз, Истания, Еще раз Круиз, Пальма-де-Майорка, и тут вот у меня еще как бы в старом списке не дописано, да, то есть вот представляете, что компания Арифлейм мне дала? Я 25 лет работая педагогом, работала ничуть не хуже, чем 20 уже почти 3 года в компании Арифлейм, но там я никогда этого не получала. За эти годы я объездила весь мир. И все эти поездки с сыном, с дочерью бесплатно. Представляете? Вот. Если не секрет, у кого пенсия сейчас от государства? И вообще получаете вы ее? Или она у вас просто собирала, 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 она там не услышала. Она от нее услышала, не поняла. Секрет, пенсия какая от государства? Вы ее покупаете, вы ее выбираете, вы дадите. От государства мне прибавили, сейчас она 9 тысяч рублей. Да, 9 тысяч рублей. Отдаю я государству в 10 раз больше, если не еще больше. Понимаете, да? Поэтому вот бонус моей жизни. И, конечно, вот эти путешествия, с одной стороны, конечно, они материальны, но платит за них компания. Это ценность познания мира. Это ценность познания, как живут другие люди. Это ценность увидеть сокровища мира, увидеть архитектуру, побывать в оперном театре Сиднее и послушать там оперу «Мадам Баттерфляй». Побывать в Зальцбурге, в комнате, где родился Моцарт, увидеть тот инструмент, на котором он играл. Понимаете? Побывать в Париже, увидеть вот это все. То, о чем когда-то ты читала в книгах. Вот в этих путешествиях потрясающая ценность. Побывать на всех морях. Побывать... Вот, кстати, мы были в том отеле, где сейчас будет золотая конференция в Дубае. Вот. И мы жили в этом отеле, и это вообще потрясающе. И компания опять приглашает только уже золотых директоров. Но это просто фантастика. Просто фантастика. Поэтому все эти путешествия, это и была моя мечта. Понимаете? Стать исполнительным директором для того, чтобы путешествовать по миру вместе со своими детьми. Поэтому то, что я получила, это вообще не сравнит ни с чем. Но кроме этого же еще и материальные ценности. Да? Конечно же машина. Конечно же квартира. И офис. И еще много чего. Вот. И сейчас я осуществляю очередную свою материальную мечту. А кроме этого еще и апартаменты в Болгарии. И вот в этом году, несмотря ни на что, какого 15-го, 9-го августа я полетела в Болгарию, смогла встретиться, потому что Германия не оформляет визы. И Юля с детьми прилетела в Болгарию. Мы там были три недели. А я вообще там была три месяца. Вот. Я прилетела. 9-го августа улетела, а 8-го ноября вернулась назад. И жила там в своей квартире. И кто-то из вас был в этой квартире, был в этих апартаментах с видом на море. И я получала удовольствие. Понимаете, у меня здесь дом. У меня в Болгарии дом. У меня в Германии дом. У меня в Академгородке дом, потому что там Рома живет. Да? Вот. Сыны. Это все мое. Это... А так без компании мы бы так и остались жить в маленькой двухкомнатной квартирке. Сейчас у меня квартира три комнаты 109 квадратных метров. Мне вполне хватает. Вполне хватает. Прямо самое то. Поэтому и материальные, и не материальные. Но самое главное, самое главное, у меня огромное количество людей, которые стали моими друзьями. Никогда, никогда работая педагогом, у меня такого не было. Да, любимые ученики, любимые студенты, коллеги, друзья. Да, но это ограниченный круг. На сегодняшний день у меня колоссальное количество друзей, и даже тех, о которых я не знаю, они все равно мои друзья. И вот это потрясающий результат нашего бизнеса. Когда мы заканчиваем обычную работу и увольняемся на пенсию, наступает совсем другой период жизни. И мы знаем, что люди начинают болеть, потому что нарушен привычный ритм жизни. Нет коллектива, нет общения. В нашей работе, в нашем бизнесе мы никогда не будем одиноки. Потому что каждый день мы нужны, каждый день мы общаемся, и чем больше наша организация, тем больше мы нужны. Это потрясающий итог и потрясающий результат бизнеса в компании Арифлей. Пожалуй, самая большая ценность, что я не понимаю, что я знаю, потому что там логиняки, суета, какие-то рабочие процессы. Но я реально понимаю, что самое важное для тех, кто уходит на пенсию, это быть нужным людям. А ты перестанешь быть нужным, когда ты в обычной жизни просто на работе. А тут ты не можешь быть ненужным, потому что ты со своей организацией, ты молодой душой, потому что я знаю, вот пенсионеры в Арифлей, они вообще на свой возраст даже не выглядят. Вот вы Ольгу встретите, вы никогда Ольге не дадите возраст, потому что Ольга всегда светится, она всегда с молодежью, всегда на одной волне. Мы даже Ольгу приглашали к себе в Горный Алтай. Ольга, вы помните, да, молодежь, и Ольга была на протяжении двух дней во всех тусовках с нами. Потому что реально, пенсионеров в Арифлей возраст им вообще не дать. Потому что выглядят они всегда достойно, ну, конечно же, всегда максимально энергичны, потому что благодаря Арифлей уровень жизни абсолютно другой. Ну, потому что ты не нервничаешь, что у тебя пенсия закончилась, когда она пришла. Ты не нервничаешь, потому что у тебя всегда несколько путешествий в году, а Ольге вообще можно жить за границей. Мы были, Ольге, в потрясающих апартаментах в Болгарии, я тоже партнёры рассказывала, когда выходили за спивком. И очень хочется, чтобы партнёры, которые сейчас слушают, вас, слушатели, вот лично. Потому что вы однозначно увидите и услышите тебя в улице. То, как Ольга сейчас себя чувствует и как она вот сейчас, ну, что у неё в жизни есть. Это наша будет. Это будут все вас, новичков, которые сейчас только стартуют, и вы можете сейчас увидеть, к чему вы можете прийти, если вы пройдёте трудности, и если вы не сдадитесь, не останавливайтесь, не будете вместе с нами развиваться дальше. Спасибо, Олечка, вам большое. Я хочу вас поблагодарить, партёры уже смотрю, плюсы-то брата. Оль, пожелайте нам на Новый год чего-нибудь для нашей команды. Ну, что я могу пожелать? Во-первых, я пожелаю вам, ещё раз вот сделаю там сзади себя обзор, я пожелаю вам собрать такую же коллекцию тарелок, видите, да? Чтобы вы объездили весь мир с компанией «Ритлэйн», потому что это очень большая ценность. Этот год был, ну, наверное, сложным. Вы знаете, в каждом году есть сложности и есть свои радости. Поэтому я, например, извлекаю из любой ситуации только позитив. Я с удовольствием сидела дома, я с удовольствием проводила встречи онлайн, да? Это оказалось очень легко и поэтому нормально. Я принимала любую ситуацию, какая есть, такой, какая она есть. И в этой ситуации адаптировалась. Вот я вам желаю, чтобы вы точно так же относились к жизни, знаете, так, как есть. Это неплохо и нехорошо, это так, как есть. Принимайте любой отказ, любую ситуацию, любое негативное явление, как естественное. Вот, мне кажется, это очень важно не только в нашем бизнесе, но и вообще в жизни. Это поможет жить легко, спокойно, позитивно, комфортно и гармонично. Вот я гармонично живу, потому что для меня любое событие, оно нормальное. Вот. Может быть, этот год был для кого-то трудным. Действительно, пандемия там загнала в рамки, но только не нас, потому что мы знаем, мы извлекли из этой ситуации новые возможности. Пользуйтесь с этими новыми возможностями. И, конечно, мы надеемся, что следующий год, естественно, будет лучше. Ну, какой разговор? Ну, как по-другому еще может быть? Вот. И я желаю вам, понятно, больше партнеров, больше результат, больше денег, больше команду, да, ту, которая вот ваша близкая команда. понятна, потому что мы занимаемся нашим бизнесом. Понятно, что здоровье должно быть, а здоровье у нас прекрасное, потому что у нас есть wellness, у нас есть витамины, и мы знаем, как себя защитить, да. У нас все есть для прекрасной, гармоничной жизни. И я вам желаю эту жизнь суметь организовать вокруг себя и своих людей. Она есть, она возможна. Это только надо сделать. Сделайте свою жизнь гармоничной. Наш бизнес вам в этом поможет. Только не останавливайтесь. Олечка, спасибо за такие слова. Возвращайте обратное связи с вами. Ребята, получайте видео, у вас есть уникальная возможность оказаться на одной фотографии с мамой нашего бизнеса, я вот всегда вот так называю. И мы с ним делаем фонарты. Я очень так называю.